Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики, с вами Борис Борисов и я рад вас приветствовать на канале 7 Семян. Я думаю, что вы уже в курсе того события, которое этой осенью мы празднуем. Дело в том, что в начале сентября нашему онлайн супермаркету исполняется целых 5 лет. Когда-то это был интернет-магазин, но когда количество позиций товара стало более 15 тысяч ассортимент, теперь это онлайн супермаркет, по праву можно так называться, потому что представлены товары разных брендов, разных ценовых категорий, разного качества, но все качество всегда на высоте. И поэтому в честь события, в честь пятилетия 7 Семян еженедельно дарит подарки своим клиентам, постоянно проходят розыгрыши в социальных сетях, поэтому обязательно подписывайтесь, следите за новостями. И для того, чтобы покупки были еще более привлекательными, каждую неделю действуют повышенные скидки на бренды, на друзей нашего онлайн супермаркета. И на этой неделе у нас бренд биотехнологии. Я сегодня вам буду рассказывать про удобрения, которые называются ProAgra. У меня есть три вида удобрений. Это для огурцов, для томатов и универсальное. Что хочу сказать вам про эти удобрения. Удобрения, конечно, очень интересные. Самое главное, они очень экономичные. Обычно, если вы помните, что минеральное удобрение необходимо 25-30 грамм на 10 литров воды, для того, чтобы подкормить наши культуры. Здесь же идет всего 15 грамм на 10 литров воды, а здесь пачечки, такие мини-пачки, где 30 грамм, то есть на два ведра воды вы можете размешать данное удобрение и провести подкормку, комплексную подкормку растений в своем саду. У меня в руках находится универсальное удобрение, которое является органом, минеральным удобрением. То есть он принесет пользу растениям и также он принесет пользу почве, благодаря гуматам, которые находятся в данном составе. Здесь очень универсальная формула 777, азота фосфорокалия в равных пропорциях. Также, что меня, знаете, задело, здесь точно написано, сколько здесь находится железа. Обычно пишут так, азот фосфорокалий плюс магний, здесь также есть магний, и где-то там на последнем месте пишут железо, просто ферром, не пишут сколько процентов. Здесь четко написано, что здесь полтора процента есть железа, который будет препятствовать образованию хлороза. Хлороз на растениях, если ему не хватает железа или других микроэлементов, проявляется так. Верхние листья, если у вас желтеют и появляются прожилки, это у нас железный хлороз. Не хватает железа. Если у нас нижние листья желтеют, значит не хватает магния. Это магниевый хлороз. Запомните, вверху железо, внизу магний. Здесь четко написано, что здесь у нас в составе есть железо полтора процента. Также есть здесь магний и другие микроэлементы, которые будут стимулировать равноценный рост и развитие растений. Когда применять данное удобрение? Так как здесь находится азот, вот в данный момент его применять на многолетних культурах. На культурах, которые... Многолетние цветы, возможно, многолетние кустарники. Сейчас его не надо применять, только однолетние растения. Также, кроме универсального удобрения, у меня имеется удобрение для огурцов отдельно и для томатов. Это, конечно, очень удобно для садоводов, новичков, кто не хочет заморачиваться, использовать удобрения каких-то... Именно вот универсальное, да, хочется именно конкретно под определенную культуру. Вот для огурцов это удобрение необходимо использовать каждые 10-14 дней. Тогда ваши растения будут чувствовать себя хорошо, они будут здоровыми. Огурец такая, знаете, очень требовательная культура к питанию, к влаге требовательна. Если ваши огурцы, например, начали горчить, значит, произошел какой-то сбой. Не вовремя полили, не вовремя не хватило питания растениям. Поэтому каждые 10-14 дней с момента выращивания рассады, вот как в вашей рассаде становится примерно 20 дней, вы можете уже подкармливать огурцы и до самого конца сбора урожая. И что еще немаловажно, здесь все удобрения, которые я вам показываю, они находятся в хилатной форме. Что такое хилатная форма, я вам уже рассказывал неоднократно. Это очень легко доступная форма для растений. Для того, чтобы не нанести вред нашим почвенным обитателям, используйте органоминеральные удобрения в хилатной форме. Это очень удобная формула, которая действует непосредственно на растения. Очень быстро проникает в растения, и вы видите результат буквально на следующий день. Если у вас есть дефицит какого-то питания, удобрения в хилатной форме, просто палочка-выручалочка в данной ситуации. Не хочется, конечно, прощаться с растениями, у которых есть такие проблемы. Подкормите, и все проблемы исчезнут. Другое дело томатное. Томатное удобрение можно использовать с момента выращивания рассады, но здесь дозировка идет 15 грамм на 10 литров воды. В момент выращивания рассады давайте половину нормы. 7-8, ну максимум 10 грамм на 10 литров воды. И тогда ваша рассада будет здоровая, коренастая, и не будет испытывать дефицит питания. С момента высадки и до момента сбора урожая, каждые 10-14 дней, чтобы не было дефицита питания, подкармливайте также данным удобрением. Но когда идет уже налив плодов, вы видите, что у вас очень хорошая зелень, у вас хорошая завязываемость. Данное удобрение исключаем. Используем с вами удобрение, где повышенное содержание калия, азота практически нет, либо есть, но он в маленьком количестве. Здесь же азота идет 7, фосфора 8, калия также 8. Также томатное удобрение подойдет для выращивания и подкормки петунии. Поэтому пойдемте сейчас с вами ее подкормим, потому что мои петунии я обрезал буквально там 20 дней назад. На данный момент они уже начали обрастать, но им не хватает питания. Поэтому подкормим, чтобы они были еще лучше и всю осень радовали меня своим пышным цветением. На 10 литров воды мне понадобится 15 грамм удобрения. Выбрал я томатное, потому что здесь, по сравнению с другими видами, даже с универсальным, здесь больше всего калия. Если там 7,77, то здесь калия 8. Это будет стимулировать и цветение, и яркость цветения, сочность цветения, обильность его. В общем, все только плюсы. Я буду примерно работать на глаз, потому что мне глаз уже, глаз-алмаз при смешивании удобрений. Поэтому насыпаю примерно половину пачки. Рассыпаю. Так как удобрение в хелатной форме, оно очень легко растворимое. То есть буквально там, не знаю, пару помешиваний, и все компоненты хорошо смешиваются с водой. Поэтому данное удобрение можно использовать даже для капельного полива. Если вы, например, такое имеете у себя на участке. Все. Очень красивый такой цвет получился, благодаря гуматам. И пойду поливать свои растения. Питуния после стрижки, и ей необходимо нарастить как зеленую массу, так и набрать большое количество бутонов. Поэтому необходимо хорошее и много питания. Поливаю. У меня это бак на 80 литров. Так как корневая система очень мощная, я на одно растение выливаю примерно 5-6 литров. И дальше она будет очень быстро реагировать на это. Уже завтра здесь будет больше зелени, и больше будет заложено бутонов. На этом, дорогие друзья, заканчиваю данный видеоролик. Обязательно следите за здоровьем ваших растений, за их питанием. И тогда они отблагодарят вас с шикарным внешним видом, богатыми урожаями, обильным цветением. Ролик понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И помните, что по промокоду ЧУДО действует 10% скидка на товары, которые не участвуют в акции. Для зрителей нашего канала. Увидимся с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok